Начинай. Да погнали. Пацаны, 13% девчонок. Это канал Михеев и Павлов продакшн. Мы вновь в гостях у Николая. Братан, здорово. Спасибо, что принимаешь нас и не беспокоишься за сохранность всего, что ты построил. У нас есть такая рубрика, где мы открываем ваши посылки, за которой у нас ответственный Павел Юрьевич. Павел Юрьевич, здравствуйте. Всем привет. Здравствуйте. Павел Юрьевич постоянно на связи, но Павлу Юрьевичу не обязательно звонить. Павлу Юрьевичу лучше писать в WhatsApp, в Viber и в Telegram. Кто вообще звонит в 2023 году? Я не знаю, это такой раздражительный процесс. Олег, привет. Нам прислали вот такое некоторое количество острого соуса. И мы решили, что сделаем отдельную рубрику для этого. Да, позвали Пашку, позвали Коляна, который вообще остроту не переваривает никак. Предлагаю просто над ними поржать немного. Да, у нас это не на правах рекламы. Это прислал нам подписчик, это чей-то частный маленький бизнес. Стоит это все на маркетплейсах очень недорого, что-то в районе косаря. За все бутылочки. В общем, сейчас на экране появляется, сколько это стоит. Это не реклама, ничего в описании нет. Будет вкусно, скажем вкусно. Будет невкусно, брат, братишка, ну не обижайся. У нас такие размышления, что это соусы больше на вкусу, чем на остроту. Но давайте сразу первое открывать, смотреть, сколько там сковили. И мы поджарили немножечко курочки, мы поджарили немножечко хлебушка. Мы находимся в усадьбе на Песочного, она же А.К.А. Ебачосова. У меня на правах рекламы, что платить мы за это не собираемся. Смотри, как я удачно схватил облепиховый соус к облепиховке. Отлично. Давайте прочитаем сначала. Смотрите, здесь сразу нарисован человечек, очень известный в узких крудах. Что мы тут можем прочитать? Состав нам особо ни о чем не говорит. Часть перцев ферментируется 90 дней, срок годности и год. Состав облепиха, апельсины, сахар, соль, лимонная, кислота, загуститель. Про сковели нам тут ничего не говорят. Объем 200 миллилитров. Ну, давай с него и начнем. Да, уже пора. Про сковели ничего не говорят разве? Нет. Мы же что-то вроде вычитывали, что там буквально их очень много. Ебана, я все время поэтому перестал пить старейшину. Мы вычитывали состав перец, какой входит в состав. Там они всегда играют, разница. Я вот это не люблю сразу. Я думаю, что облепиховка к облепиховке, да еще и курочке подойдет обязательно очень даже хорошо. Да, а вы заметили, что куриная грудка стала стоить каких-то сумасшедших денег? Да, мы сейчас купили 2 килограмма за 750 рублей. Вот сургуч, как относитесь вот к этому вот формату закрывания бутылок? Она вроде как бы быстросъемная, но она не для криворуких людей. Это же те же бутылочки. Вот эта бутылочка называется... Я по запаху определю. Ты по запаху не определишь, где настойка, а где вот это. Я вам серьезно говорю, запах тот же самый, попробуйте. А короче, сейчас разъебетесь. Не, острота чувствуется сразу. Поэтому и облепиха тоже. А, ну вот этот, я понял, кисленький. Да, после облепихи чувствуется острота. Пацаны и 13% девчонок, наверняка у всех у вас бывает такое, что посмотреть в свободное время почти нечего. Хорошего, качественного контента много не бывает. Поэтому рекомендуем вам открыть для себя платформу Дзен. В Дзене есть контент на самые интересные темы. От геймерских стримов до кулинарного видеоблогинга. И, конечно же, путешествия, гаджеты, технологии, бьюти и многое другое. В Дзене доступны 4 формата контента. Длинные видео и короткие вертикальные ролики. Ну а для тех, кто любит не только смотреть, но и читать, есть посты и статьи. Больше не нужно переключаться между разными платформами, чтобы узнать больше на интересные тебе темы. Пацаны и 13% девчонок, открывайте свою вселенную интересов в Дзене. Ссылка в описании. Ну, между прочим, интересный соус. Облепиха, апельсины, сахар, соль, лимонная кислота, загуститель, гуарова и ксантаманова, наяваная, перцы, нагаджалокия. Давайте картинки будем показывать из Бангладеша. Фаталии, лемондроп и абонеро. Часть перцев ферментировалась 90 дней. Срок годности 1 год. После вскрытия в холодильнике 3 месяца. Сразу наливай. Че, пустите меня вперед? Мы, Паша, тебя для этого сюда и позвали. Ну, это нормальный заход. Одинаковые бутылочки. Я же говорил, что вы разъебете. Мы вперед запускаем Паул Юрьевича, потому что у нас самый объективный оценщик остроты. Он любит все чуть-чуть пожестче, чем все остальные. Нет, я к тому, что, ну, можно же сделать нормальную пробку. Ну, да. Которая открывается. Слушай, ну, люди наоборот старались. А сургуч или вот это дороже будет? Мне кажется, сургуч будет дороже. Паша? Три. Два. Не остро совсем. Не остро? Для тебя остро. Для тебя. Для тебя, Коля. Это атака, нацеленная на тебя. Да, сто процентов. Не, а он хороший, хороший. Вот для тебя, Коля, он вообще идеальный будет. То есть, вообще, как бы это, знаешь, вот как эти, мивимекс соусы вот эти. Вот приблизительно такая же острота. Ну, что-то ко мне вообще она не пришла. Она кисленькая такая, ну, для курочки, кто его знает. Ну, это даже для меня не остро. Ну, как бы есть остренькая. Там залетает она. Да ни хрена себе вы прикалываетесь, что остренький соус. А, не, 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 погоди. Да, она приходит. Острота на уровне шираче. Да. Да, да. Прикольный облепиховый привкус. Можно к чему-то ее прямо добавить. Я бы сахара добавил больше, потому что сильно кислый он. Но, с другой стороны, облепиха кислая. Может быть, у человека такая идея была. Не, это прикольно. Он вкусный и остренький. Нормально, да? Он как соус к любому блюду подойдет всем. Поэтому можно не бояться. Не бояться наливать вот даже Коляну. Послевкусие такое. Нормально, нормально, пойдет. А кто любит облепиху, я думаю, хорошо оценит. Это все мы. Это все мы. Не, ну давай сравним тогда. Давай. Вот это с вот этой, да? Да, да, да. Не, ну слушайте, ну остринка осталась. Да не, классная штука. Классная штука, мне нравится. Даже мне нравится. Это у нас чай. Сейчас прочитаем. Красивый, консистенция хорошая, кстати. Это тоже соус острый. Состав. Персики, томаты, подсолнечное масло, сахар, соль, лимонная кислота, загуститель, агуаровая, генсантановая. Ну это все понятно. Камеди, консерванты, мезонат натрия, сарбаткалия, краситель пищевой. А вот это пожестче. Блять. Вот это пожестче. Цепанул, да? Да. Я его буду... Что делать? Серьезно. Ну пожестче чуть-чуть. Но это потому что уже тот нас разговаривал. Закатительный может быть, да? Да нет, тот не накапливается, тот легко выветрил. Нет, этот да, этот жестче. Этот пожестче, но он по вкусу мне больше понравился, чем вот предыдущий. Нету вот невыпирающей кислоты, вот это все. Нет, нет, нет. Он такой приятный. Это не накопительное, да, Паша? Нет, предыдущий не накопительный был. Он как черный перец, ну практически остротой. Коль, снимай петличку. Все. Что? Она не работает? Ты закончился сегодня. Она даже ничего не скажет. Но она, знаешь, по горлу нормально хлещет. Она, пиздец, вы что гоните нахуй? Коль, попей минералка, поможет. Сейчас с газиками принести минералы. Кока-колы надо. Блядь, ему молока ничего не взяли. Сука, ебаный ты рот, нахуй. Нет, это уже правда острый. Нет, мне нравится. А что? Чувствуете персики там какие-то? Вот понимаешь, брат, в том и прикол. Я тоже хотел сказать. Облепиховый менее острый, поэтому он больше вкуса. Я спасен! В этом больше остроты, поэтому я ни персиков, ни томатов, ничего не чувствую. Нет, ты отдельно возьми. Нет, это мне нравится. И чувствуется. Поначалу фруктовая сладость. Дайте попробовать. Я не знаю, что меня так разъебало, но она очень острая. Да подожди, Андрей, давай нальем нормально. Это что? Нет, это острое уже, да. Ну вот он пошел по губам хвистать, как говорится, в определенных кругах. Да я сразу... Нормально по-мужски, блин. Ты же тигриный лев тоже острый. Я сразу понял, что это... Что это, блядь, и бать не мое. Вкусно. Мне очень нравится вот этот, именно вот этот соус. В этот раз, видите, мы стали на острых задницах чуть-чуть умнее, даже сначала поели перед тем, как все это тестировать. Нет, это острое. Потому что в прошлый раз Артем до машины шел, так как обычно я хожу перед ним, чтобы мне денег дал. Так, ну вот эта штука вкусная. Зачет. Неоднозначно облепихов стало нравиться еще больше. Облепиховка вообще тема. Вот в ней, вот он. Это прикольная вот такая пощипывательная острота. Она легенькая, и она вот буквально через минутку пройдет и... Я просто не понимаю, вкусно, да, братан? Я не понимаю, почему не написано, какой жестче? Или мы тупые? Да вы не поймете, там как бы видишь... Ну это точно жестче, братан. Ой, блядь, извините, точно жестче. Довольно тяжело посчитать в сковелях, вот именно поискрофонсам. То, что ты хендмейдово делаешь, да. Это хендмейд же. Нет, просто я маленько переоценил свои возможности. Я думал, что это облепиха, как бы... Не в то горло тебе сразу попало. Бывает такое, что-то сразу не туда попадает, и тебе так начинает драть жестко. Ну да, когда бываешь, не туда попадаешь. Это, короче, выглядит что-то очень черное и очень пряное. У меня азарт начался. Так, соевый соус, черный, чеснок не менее одной головки на бутылку. Продукт реакции Майера, выдержка при высокой температуре 20-30 дней. Сахар, соль, лимонная кислота, глутамат, натрия в составе соевого соуса. Загустители, гуаро-вэкстан-камеди, консерванты, медзинат-натрия, перец, нага-чоко-чо-ло-кия. Ну, выглядит уже... Это основа соевый соус, да? Я думал, в конце ты скажешь, за ваканду. Очень красиво смотрится. Аромат? Приятный. Такой, как будто достаточно болезненно все это будет выглядеть. Но им уже, смотри, за счет вот такого прикольного темного цвета, можно уже что-то как-то декорировать, да? Блюдишко какое-то подлить, подсыпать. Да, да. По запаху очень похоже на этот, как он, выстрашенный. Ширский, или как называется. Прикольно. Не острый вообще, Коля, пробуй. Я тебе что-то говорю, вообще не... Я тебе все равно не верен. Он даже вообще не острый. Он даже до этого не доползает. Это как, знаешь... Такой какой-то, да, барбекю с подкопчением, с каким-то, знаешь... Да, копчености. Не факт, что они там есть. Но прикольно. Я такое не люблю. Мне тоже такое не нравится. Он, правда, после предыдущего вообще не острый, да, Коля? А я такое люблю. Так я, конечно, курицу посолил местами хорошо. Да нет, это, ну, костроте не имеет никакого... Блядь, вот думаю, сука, что-то не так. Угу. Да, да, ты прав. Состав соевый соус. Черный какой-то. Чеснок не менее одной головки на бутылочку. Черный чеснок. Чувствуете чеснок? Чеснок вообще не чувствую. По-моему, есть. Сахар, соль, лимонная кислота. Ну и понятно, глютамат натрия. Это какой-то, блядь, соевый барбекю соус. Вот так, наверное, это можно описать. Мне такое не нравится. Эта кастроте вообще никак не относится. Но зато, слушай, как будто бы он может добавить мясу прикола какого-то. Я думаю, какой-нибудь стейк. Его под говядину, под свиниу лучше, его не под курицу. Какой-нибудь стейк заиграл бы какими-то новыми красками и имеет место. Вот хорошее, сочное мясо. Так, все, что красное. Давай, ебякнем сначала. Все острое. Как мы можем ебякнуть, блядь. Я вообще, ну меня это нахуй, меня разрывает. Я тоже не люблю это говно. Я тоже не пью старейшину из-за этого. Блядь, ну вот, можно же вот, где она? Ладно, не заморачивайся. Вот, можно же вот так вот взять. Вот смотри, вот так вот взять. Ну, и все. Не-не-не-не-не-не, вот смотри, вот, все. Все, все четко. Просто на холоде. И все, и все открылось и закрылось. Да, ну это гемор. А вот это же, ну это же... А если это будет делать Артем еще и ножом, он же порежется сто процентов. Блядь, мне еще нахи напихали, блядь, заодно в этой ситуации. Лох. У нас сегодня две съемки. Вторая будет про пиво и еще некоторые алкогольные напитки, которые нам прислали ТБП. Там, естественно, куча всего разного несусветного, поэтому подписывайтесь, родные. Нас же без подписки смотрят. Слушай, это же плохо, когда так делают. Да, да. Это же важно для наших потрясающих рекламодателей, которые видят не все цифры. Да-да-да, только цифру подписки. Я, кстати, вчера пытался дособрать Лехе посылку. Ну вот, думаю, завтра дособеру и отправлю. Смотрите, я предлагаю, короче, потом сделать острую палитру. Острую палитру? Да. Смешать все плашеные, томаты печеные, перец сладкий, улук жареный, сахар, минный уксус, соль, паприка, розмарин, лимонная кислота. Ну и загустители, которые у них везде одинаковые. Ну, я буду чокать. Ну, вообще, на самом деле, состав звучит так, как будто ты это дома в блендере сделал, поставил настаиваться, как горлодерчик. Ну, я думаю, это так и делается. Мне не очень нравится вкус этого соуса. Я выбрал позицию наблюдателя. Тебе можно доверять, Паш? Абсолютно. Как и в прошлый раз. Да-да-да. Да, это не остро. Этот по остроте на третьем месте. Он так вызывающе выглядел, блин, все это время. Я на него такие ставил надежду. Короче, вот за что я такое не люблю. За счет вот все кисло всегда. Кисленько, да. Все всегда кисло. Я не понимаю, вот к чему мне с этой кислотой вообще дружить. Курица? Я не люблю. Я почему курицу и выбрал, что она подходит почти ко всем соусам. Нет, мне нравится брусничный соус. Вот, но это не брусничный. Это уже идет вишня, красная смородина, черная смородина, сахар. И дальше пошло, пошло, пошло. Как раз для стейков. Короче, это остренько, просто после того, как нас атаковал вот этот, он выделяется на фоне. Это как бы, ну, это не остро. После того, как была первая серия острых задниц, да, нам уже ничего не страдает. Это не остро. Нет, вот сегодня я прям на лайте. Вот эта штука меня, я просто ее очень много макнул, и она меня сразу... Не, она и жесткая. А пока, я даже не знаю, ну, мой фаворит облепиха. Это что, ягодный какой-то? Да, это из ягод. Смородина там всякая разная, вишня. Минуту назад читал состав, стоял прям очень упорно, старался, бля, для нас всех. Это чуть-чуть ягодная. Это что, прям вишня, да? Вишня, смородина, всякая разная там, короче. Хватай, не стесняйся. Короче, я знаю, что Колян будет делать с этими бутылочками. Они будут подарены очень плохим постояльцам. Ну, это моя фирменная, все, стопочку, ну, густовато переборщила за густителем, да, все, стопочку смело выпивай. Очень вкусный, ягодный соус, что говорить. Это не остро абсолютно. Это вот просто вкусно покушать, макнуть мясо, неважно какое. Я, короче, я разочарован. Я думал, мы будем орать, кричать, пищать. Ну, давай поорем, покричим, ебаный. Давай Колян ложечку столовую такую. Короче, это стартер-пак какой-то для входа. Это да, это вот, это если ты хочешь научиться чувствовать острое и понимать, как это все работает, это вот да. Ну, опять же, тоже, давайте не забывать, что есть люди, которые, знаешь, им черного перца пересыпали, они уже говорят, что острое не могут есть, поэтому для них это будет достаточно остро. О, вот это прикольный получил. А давайте вот этот еще попробуем. Из лазера. Нет, этот я не хочу больше пробовать. Нет, давай-давай. Давай. Ну, в смысле, мы же вот этот не будем сейчас домешивать. Вот, 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 вот. Отдельно попробуем. Зачем его смешивать? Я, я вот чуть-чуть попробовал, чтобы... Слушай, вот мы его сейчас размешали, братан, он всему этому остроты дал. Хоть его там было вообще ноль. Он сейчас нормально бахнул. У меня вот тот самый, который с персиком, со всеми вот этими фруктами, очень понравился. Вот он прям уже, вот уже вот когда начинает немножко сверлить тебя изнутри. Все остальное ширачий-ширачий, может даже где-то полайтовий, Паша правильно сказал. Да везде полайтовий. Да. То есть это просто соусы. Это не острые соусы. Ну, вот я даже сейчас чуть-чуть взял. Поэтому это будет не острые задницы. И я уже хочу молока. Вот недовольный жопа. Братан, мы на тебя такие ставки постояли, блин, отдельное видео записали. Да ладно, ну, на самом деле интересный опыт. Для нас, для тигряных львов и львух. Кому интересно, попробуйте. Кому не интересно, не пробуйте. Интересно, вот что. Кому интересно, прислать нам что-нибудь собственного производства съедобное. Информация появляется на экране. И он сейчас такой, ну пиздец вам, и достает другие просто банки. Или просто следующее отправляет, и туда просто Каролину Риппер. Не, братан, если хочешь такой челлендж. Ура, набогащенный. У нас здесь ИП КФК Кузнецов НВ. Уважаемый Кузнецов НВ, давай, размотай нас. Мы бросаем тебе вызов. Давай только без этих, без харчков там, блядь. Да, да, да. Без вот этих подлостей. За остроту и за дружбу. Ой, ну все равно приятное ощущение от остроты вот такое вот есть. Приятное ощущение будет, когда я в купель упаду и сигару закурю. Вот это будет тема. А она топится? Не пропагандируем, но пьем в каждом видосе. Пацаны, 30% девчонок. Мы напоминаем, что канал продакшн, Михеев Павлов продакшн, пропагандирует только одно. Собирайтесь с друзьями, набирайте разных приколов. Сосисок, тушенок, макаронов, всяких колбас. Нам уже очень многие пишут, говорят, пацаны, мы так реально начали делать, и это так весело. Собирайтесь вместе готовить. Вот вчера мне Тигрин и Лев написал в личку, что мы просто с кентами собрались поготовить и поняли, что это офигенно, круто и интересно. Вот что мы пропагандируем. А делать это можно под воду, чай, минералку, кофе. Или самые лучшие в мире настойки, в самой лучшей в мире базе ебачоса. Вот это интеграция, да? Я хуй знаю. В этот момент должен... Я думал, ты... Помолимся, братья мои. Увидимся? Да. О, как мы увидимся-то, если надо написать нам, какие соусы самые ядовитые, морозотные, мы должны попробовать. Ну, потому что объективно сейчас хочется уже что-то прям острое. YouTube не позволяет ссылки писать, оставлять. Если есть прям у вас ссылочка на какой-то продукт-плейсмент, и вы прям знаете, что это супер-жесть соус, можете мне в ВК прислать. Прямо ссылку на товар. Мы просто закажем и попробуем. Ну, все-все, увидимся, увидимся. Я уже вижу, Андрюха хочет бухануть чуть-чуть. Вот он стоит. Субтитры сделал DimaTorzok